По итогам политической недели в ДФО губернатор Забайкальского края Александр Осипов оказался в списке губернаторов-неудачников, об этом пишет телеграм-канал БАМ. Визит в регион Полпреда Трутнева вновь выявил немало проблем в реализации важных инфраструктурных проектов. Сроки реконструкции аэропортов Кадалай-Чара регулярно переносятся, проект Чары дорожает, да еще и без проведения экспертизы. С явным отставанием от графиков идет реконструкция мап Забайкальск. Темп работы неудовлетворительный, тревожный месседж от Полпреда не только в адрес Минтранса, но и власти региона, сообщается в канале. В топ губернаторов-неудачников ДФО также вошли главы Якутии и Сахалина. Первый вице-премьер правительства Забайкалья Марат Мирхайдаров рассказал во время прямого эфира ГТРК, как удалось избавиться от очереди на мап Забайкальск. С его слов, 15 мая был введен в тестовом режиме круглосуточный график работы до 15 ноября, который через переговоры с Китаем удалось продлить еще на полгода. Также была внедрена электронная очередь. Теперь у водителей есть возможность подъехать границы в определенный день и время по записи. Напомним, в декабре 2022 года задержали членов УПГ, которые занимались вымогательством на российско-китайской границе в Забайкальске. Уже в январе этого года неизвестные люди организовали платную очередь для дальнобойщиков рядом с территорией мап Забайкальск. В начале мая появилась информация об очередной смене власти около мап Забайкальской длинной очереди из фур. В июле с китайской стороны огромная очередь из фур образовалась около границы Китай-России, заблокирующей въезд новой группировки. Жителям поселка Приисковый в Нерчинском районе приходится ползком пробираться через реку Нерча по пешеходному мосту, который оборвался неделю назад. Об этом сообщает телеграм-канал Ридовка. Напомним, разрушенный мост между поселком Приисковый и селом Михайловка отремонтировали летом этого года. Ранее прокуратура края организовала проверку по информации о разрушении моста через реку Нерча. Переправа уже дважды обрывалась последний раз неделю назад. Утром доски покрываются инеем, становятся скользкими, а перила и вовсе отсутствуют, вместо них порванная сетка. Люди вынуждены проявлять ловкость и сноровку, чтобы просто добраться до другого берега и не упасть в ледяную воду, говорится в сообщении. Было отмечено, что через данный мост люди ежедневно добираются до учебы и работы. Как сообщили корреспонденту УЗАПРУ в пресс-службе Народного фронта, общественная организация уже обратилась в прокуратуру и губернатору Забайкале Осипову с целью добиться надежного ремонта моста. Забайкальский край занял 31 место в федеральном рейтинге по способности накопить 1 миллион рублей, сообщают РИА Новости. Жителям региона, чтобы накопить такую сумму, потребуется около 10 лет и 8 месяцев. Доля работников в крае, которые не смогут накопить миллион рублей за 15 лет стажа, составила 6,6%. Соседние Забайкальем регионы, Республика Бурятия, Амурская область заняли 28 и 17 места соответственно. Лидером среди регионов по скорости накоплений является Чукотский автономный округ, где откладывать придется всего 5 лет и 4 месяца. Дольше всех этот процесс происходит в Республике Ингушетия. Больше 15 лет, говорится в сообщении.